Впереди всех футболистов 2-го дивизиона ожидают зимние каникулы. Продолжатся матчи только после 20 марта. На сегодняшний день футбольная команда Сочи занимает восьмую строчку турнирной таблицы. Победа на Севастополе могла немного поправить положение. Да и на зимний перерыв с победой уходить куда приятнее. На стадионе болели не только сочницы. Несколько севастопольцев тоже приехали поддержать свой футбольный клуб. Таким болельщикам могут позавидовать многие спортсмены. Расстояние их совсем не пугает. 700 километров проделали, добирались разными путями. Автобус, переправа, еще один автобус снимали. Заплатили много денег, конечно. Ну а так нормально. Ездили и полторы тысячи километров за своей командой. Так что 700 километров это не беда для нас. Сам же матч получился не самым зрелищным, однако опасные моменты обе команды создавали. Надежды на клуб Сочи возлагали и зрители. Тем более все три победы, которые одержали наши игроки, были на своем поле. Самый главный болельщик Валерий Карло, президент футбольного клуба Сочи, следил за игрой своей команды из комментаторской рубки. На своих подопечных возлагают большие надежды. Во время зимнего перерыва всему клубу предстоит много работы. Есть шанс потом уже три оставшиеся игры в зоне, нам надо в шестерку попасть. Если мы даже не попадем в шестерку, это пока у нас становление команды проходит. Мы будем играть не за первое, 12-е, а за седьмое, 22-е, но наигрывать уже состав, брать игроков на перспективу и молодых, и тех, кто хочет играть в футбольном клубе Сочи. Чтобы в следующем году, в сезон 2015-2016, выиграть вторую лигу и играть уже в 2016-2017 году в первом дивизионе. Что же касается матча, то за отведенное игровое время ни одной команде не удалось распечатать ворота противника. Как говорят, победила дружба, однако после перерыва обе команды должны будут поднапрячься. От Сочи ждут попадания в шестерку сильнейших, а Севастополь вообще на грани вылета из второго дивизиона. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.